Стоитесь, пожалуйста. Тема сегодняшней лекции – социальные изменения. Значит, мы от такой историко-описательной части перешли к аналитической и синтетической. Правда, чаще обычно говорят все об анализе, а забывают, что анализ – это разложение на элементы. Надо еще и соединять, наверное, из этих элементов, что-то целое делать. Вообще курс представляет собой некое синтетическое построение, а не аналитическое. Ну вот именно поэтому мы не должны просто информировать друг друга, а выводить то, о чем идет речь. Значит, поэтому это касается и социального изменения. Значит, мы изучали с вами категорию в прошлый раз социального становления. Знаем, что такое становление. Это движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытии. Вот. В нем есть два противоположных момента. Момент – это противоположные движения в одном движении. Один из них называется «возникновение», это переход ничто в бытие. А другой, переход бытия в ничто, называется «прехождение». Некоторые товарищи пишут «прехождение», как будто кто-то приходит. А на самом деле это «прехождение» – все приходящее. И вот мы представили наше становление как единство возникновения и прехождения. Загрустили в связи с тем, что куда-то делись бытие и ничто. И начали их снова вытаскивать. А как мы их вытащили? Возникновение – это ничто, забитое, переходящее в бытие. А прехождение – это бытие, переходящее в ничто. То есть они никуда не делись, но это уже такие реальные бытие и ничто. Бытие – это как бытие, переходящее в ничто, и никакого другого бытия в жизни не бывает. Правильно? Кто знает такой пример, пусть скажет. А ничто только такое и бывает, как переходящее в какое-нибудь бытие. Это какое-то начало, чего-то нового. И оно сначала выступает как ничто, но оно выступает как ничто, только переходя в бытие. И, следовательно, мы получаем, что наше становление – единство бытия и ничто по-прежнему. Но эти бытия и ничто стремятся превратиться друг в друга. Бытие в ничто, а ничто в бытии. То есть наше становление есть благодаря разности бытия и ничто, благодаря тому, что они разные. А они превращаются в друг друга, и эта разность в становлении исчезает. Мы исчезание этого становления рассматривали. Что такое исчезание и становление – это его отрицание. А отрицание – это является не просто отрицанием, а снятием. А снятие – это отрицание с удержанием. Что удерживается? Вот мы должны были определить, и мы определяли. Отрицание становления – это отрицание беспокойного единства бытия и ничто. То, что является отрицанием беспокойства – спокойствие. А что является отрицанием единства – простота. Потому что о единстве мы говорим, когда речь идет, по крайней мере, не об одном чем-то. У нас с вами может быть единство только потому, что нас много. Тогда можно говорить о единстве наших позиций. Вот эта спокойная простота – это то, что является результатом снятия и становления – называется наличным бытием. Почему наличным бытием? Здесь упор на то, что это бытие, и оно налицо. А ничто есть – есть, но оно не налицо. Налицо только спокойное и простое бытие. Вот это спокойное и простое бытие называется наличным. И вот мы тут делаем аналитическое движение, исследуем это. Наличное бытие – оно результат снятия, становления. Значит, в нём есть становление. А в становлении есть ничто. Значит, в наличном бытии есть ничто. Но это в наличном бытии есть ничто. Это не свободное ничто, которое было у нас вначале. Ничто, бытие, бытие, ничто. Это ничто в наличном бытии. Как называется ничто в наличном бытии? Небытие. Небытие. И вот теперь устремим свое внимание на то, что мы обнаружили, на это небытие. И получается такая картина. Небытие принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. И вот такое небытие, которое включено в бытие, называется определенностью наличного бытия. Я повторяю, чтобы нам было легче, тем более, что повторение мать учения, и тем более, что это такие трудные вещи. Определенностью наличного бытия. То есть, что является определенностью чего-либо, какого-либо бытия, его отрицание в нем. Вот товарищ сидит тут на первом, так сказать, из тех, которые начинаются рядов, в красной футболке. Это ваша определенность. Я правильно понимаю? Значит, студент в красной футболке. А вот красная футболка – это он или не он? Футболка-то это не вы же, правда? Нет, это ваше отрицание. Но это ваше отрицание на вас, или в вас, можно сказать. В вас, то есть оно в вашем понятии. То есть, для того, чтобы получить отрицание, надо, чтобы получить определенность, надо иметь некое отрицание. Или, как говорит Гегель, или надо светлое затемнить, или темное осветлить. Вот что вы сейчас делаете, когда записываете? Вы светлые, светлые страницы, такие были хорошие, светлые, чистые. А вы зачерняете, затемняете. И благодаря этому получается определенность. Что получается? Конспект. Исписанная тетрадь – это же тетрадь. Тетрадь белая – белая. Но исписанная тетрадь – это тетрадь, определенная, в которой есть ее отрицание. Точно так же, как если вы пойдете в буфет и попросите чай с сахаром, размешаете этот сахар благополучно. И что получится? Сладкий чай. А сахар – это чай или не чай? Нет. Значит, если не чай, положить в чай и размешать, будет чай определенный. Какой? Сладкий. А если лимон бросить, лимон – тоже не чай. Будет чай с лимоном. И так далее. Всякая определенность – это надо запомнить на всю жизнь. Это отрицание. Хотя это кажется странным, то есть мы как бы себя утверждаем этим, что вот я такой, я сякой. Но вот всякая определенность, она выступает как отрицание. А если вы по бытию будете рисовать бытием, это все равно, что мелом по мелу, белым по белому. Ничего не будет видно. Никакой определенности. Или черным по черному. Вот тут философия выделяется в этом смысле. Вы, наверное, проходили вот у нас через третий этаж института философии. И там символ философии – сова Минерва, которая, как известно, вылетает. Она сама серая, и в серые сумерки вылетает, и пишет по серому свои философские произведения. Так что, так сказать, от философии цветастости особенно не приходится ожидать. Тем не менее, вот в диалектической философии строго различается, что есть бытие, а что есть бытие или отрицание. И вот теперь, значит, увидев это отрицание, мы начинаем за ним следить, что мы, это отрицание является определенностью. Что мы делаем, когда мы что-нибудь находим в диалектике? Мы начинаем это умственным взором изучать, исследовать. Давайте исследуем это отрицание. Раз вы его взяли для исследования, оно уже не отрицание, а раз оно есть для исследования, оно уже как бы превратилось в бытие. И вот такая определенность, которая берется изолированная сама по себе, то есть берется не так, как надо, а берется так, как не надо, то есть так, как она не может быть в самой жизни, а мы ее как бы вырвали. Вот я взял ее, от вас оторвал эту вашу красную рубашку. И уже вы сами по себе, а она сама по себе. И начинаю ее изучать. Тогда она уже качество ваше, качество. Поэтому, когда говорят и мудрство, и так качество, особенно в диссертациях, говорят, вот мы тут использовали качественный анализ, далеко они не ушли. Потому что использовать качественный анализ, это значит какую-то определенную сурвусть, из питья отдельно рассматривать. Вот и все. Рассматриваем. Рассматриваем качество. Что вы про него можете сказать, раз уж я с вами тут начал разговоры? Ну, сначала с вашей рубашкой, а теперь уже и с вами. Что вы можете сказать про качество? Я уже объяснял, что нужно знать, говорить, отвечать, когда не знаешь, чего отвечать. Да, надо, нет, не просто, надо вот как-то вот, вы как-то не с гордостью это произносите, а надо так вот спросить у меня, вот что я знаю про то, что я не знаю. Ну, спросите меня. И спросить даже не хотите. Что вы знаете про то, что вы не знаете? Надо сначала приготовиться, так набрать воздух и сказать, я знаю, что оно есть. Это же убедительно, правда? А вы говорили не убедительно. Надо, чтобы было убедительно. Меня учили так, чтобы говорить убедительно, надо говорить громко, ясно, звонко. И не важно, что вы там говорите. Например, вот смотрите. Ба-бо-бу, бе-би-бы. Это убедительно же? Да. А вы говорили не убедительно. Берите пример. Я не сам придумал. Очень убедительно будет. Вот мы рассматриваем это качество. А качество, оно, качество чего? Наличное бытие. А наличное бытие, оно неотделимо от наличного бытия на самом деле. Правда? Хотя мы его и рассматриваем изолированно, но оно само-то не изолированное. А наличное бытие есть снятое становление. Значит, и качество надо рассматривать как наличное бытие и как становление. А раз мы рассматриваем его как становление, в нём есть что? То есть мы должны его рассматривать и как бытие, и как ничто. Качество рассматриваем как бытие. Как называется? Реальностью. А качество, которое берётся как отрицание, так и называется. Отрицание. Как ничто, как небытие. Отрицание. Например, вот вы человек умный. Можно сказать так, что ваша реальность в том, что вы ум. А ещё ваша реальность в том, что вы не дурак. Вас какое предпочитаете вы форму предложения? Первую или вторую? Давайте первую. Давайте первую, правильно? Потому что с этим второй – это проблема целая. Это надо искать дурака. Я должен пойти где-то искать тут. Поищу, поищу. Вас не найду в институте истории. Пойду подниматься туда к нам. В институте философии. Может, там скорее найду. Найду, надо сюда. Он будет упираться. Если это дурак, так он точно будет упираться. И надо притащить его. Надо, может, вас придётся звать. И когда я его сюда приведу, скажу, вот он не такой. То есть целая проблема. А так? Поэтому всегда можно представить. Высокий – это не низкий. Низкий – это не высокий. Хороший – это не плохой. Вот вы как хотите, чтобы я право сказал? Что вы красивая или не дурна? Ну, первая, лучше, правда, звучит? Хотя это одна и та же определённость, только выраженная и как реальность, и как отрицание. И вы, говоря про других, можете употреблять. И они даже не заметят, что вы так вот делаете. И так вроде сказали. Вот я про него могу сказать. Во-первых, человек никого не зарезал. Раз. Во-вторых, никого не убивал вообще. Никого не пытал. Ни террорист. Да? Ни негодяй. И вот я его окружу во всеми вот этими. Хоть и не, и не, и не, но вокруг него целая туча будет. Вот такой шлейф из всех отрицательных вещей. А меня потом он спросит. Михаил Владимирович, а вы что-то хорошее-то можете про меня сказать? Или вы только будете, что я только не убил, не зарезал, не украл и так далее. То есть сама форма выражения, в зависимости от того, что вы берете, она, конечно, при этом меняется, а форма содержательна. А содержание оформлено. Вот. И вот что у нас получилось. У нас получилось на этой точке, мы практически закончили в прошлый раз, три категории сразу. Уже голова начинает тут пухнуть, потому что было две, две, а теперь три. Какие? Реальность, отрицание и наличное бытие. Правильно? Ну, мы сейчас с этим быстро расправимся, чтобы такое количество объектов для рассмотрения у нас не лежало на нашем столе. Реальность есть? Есть. А раз она есть, значит, она бытие. Какое? Наличное. Значит, снято различие между реальностью и наличным бытием. А отрицание есть? Тоже есть. Значит, различие между отрицанием и наличным бытием тоже снято. Осталось снять различие между реальностью и отрицанием. Раз реальность есть, а в нём, значит, оно бытие какое? Наличное. А в наличном бытие есть ничто, значит, отрицание. Значит, в реальности есть отрицание. А в отрицании? Ну, отрицание есть, значит, в отрицании мы нашли реальность. Значит, снято различие, реальность и отрицание. Все различия сняты, какие тут были. Реальность и отрицание и наличное бытие. И вот такое наличное бытие, в котором снято различие реальности и отрицание, и определённость и наличное бытие, называется определённым наличным бытием. И теперь мы будем иметь дело с определённым наличным бытием. Определённым наличным бытием. А поскольку мы живём в такое время, когда у нас много очень всяких средств для обработки информации, и из-за того, что у нас много этих средств для обработки перемещения и получения информации, все стараются, наоборот, не использовать эти средства, а всё сокращать. Допустим, скажут, не Великая Отечественная война, а ВОВ. Инвалиды ВОВ, проходите. А ещё есть участники ВОСР, Великой Октябрьской Социалистической Революции. Причём тёщу увеличает полностью, а Великую Отечественную, Великую Октябрьскую Социалистическую Революцию сокращает. Но поскольку все требуют сокращения, сократим. Мы не будем против ветра идти в данном случае, если мы не против истины, нас не заставляет идти. Что такое определённое наличное бытие? Это наличные сущие. Вот мы сразу различие между реальностью, между определённостью и наличным бытием снимем. Что такое наличное сущие? Оно отвечает на два вопроса сразу. На вопрос «Кто? Или что? Что? Наличное сущие». И на вопрос «Какое? Какое? Сущее. Наличное суращее». Вот это и значит, раз оно отвечает на вопрос, который относится к бытию и который относится к определённости, оно как раз и есть определённое наличное бытие. А ещё короче. а еще короче будет просто нечто нечто тут определенность вы видите в этом слове посмотрите на начало на первые две буквы не увидели видели это отрицание это определенность правильно а в целом это положительное утверждение нечто или отрицательный а какое да ладно нечто это же нечто пойдите в Эрмитаж встали перед картиной это но это нечто какое это какое нейтральное высокая оценка нечто правда я уже не говорю о том что даже чисто отрицательные высказывания то получает положительную оценку в разговоре как живешь ничего как ничего так живешь или ничего ничего а если уж очень здорово ничего себе как он живет ничего себе не так вот если вы его взяли так через не отдельно то не что это было отрицательное утверждение а раз нечто оно положительное но противоречивое противоречивое то есть в нем впереди нахально стоит отрицание и это нахально стоящее отрицание не делает это утверждение все равно отрицательным правильно оно остается положительным нечто есть нечто а есть его противоположное что-то по-другому называется сейчас будем разбираться с этим нечто и вот теперь приспособив себе поле для деятельности а именно сократив максимально по просьбе молодых трудящихся нечто вот мы это нечто будем рассматривать что вы про нечто знаете вы что знаете про нечто вот видите все знают люди ничего не надо изучать с отличный предмет что оно есть а раз оно есть то оно что бытие вот тут знаю товарищ а какое бытие уже мы на каком уровне рассмотрение бытия находимся наличное наличное а наличным в наличном быть и есть и ничто потому что результат снятия становления значит вот значит вот это наше нечто есть в себе становление что значит в себе оно в себе становление мы уже знаем что на становление но на лицо оно как одна сторона только теперь это что оно одностороннее, мы тут теперь увидели, когда мы обратились в глубине этого самого нечета, оно должно быть как становление, а оно только одной стороной представлено, просто нечета. Но уже мы можем сказать, значит, есть и другая сторона, которую можно назвать иное или другое. Назвать мы можем, но они еще не представлены, так как они должны быть представлены как две стороны одного становления, сторонами которого были бы нечто и иное. Иное, короче говоря. Будем рассматривать. Теперь мы имеем две категории. Нечто и иное. Что мы про них можем сказать? Мы нечто уже рассматривали. Давайте рассмотрим иное. Если иное взять за нечто, то по отношению к этому иному нечто и будет иное. А иное будет нечто. Правильно? Ну что возьмем для рассмотрения, то и нечто. А то, что осталось за пределами, то иное. То есть безразлично, что брать за нечто, что взять за иное. И переходить можно бесконечно от нечто к иному, а от иного к нечто. Если это нечто, то иное. Если это вот иное нечто, то вот это иное. Вместо иного можно употреблять слово другое, синоним. Безразлично. Куда нам дальше двигаться? Каждый раз надо думать. Думать, как может развиваться дальше логика, если мы рассматривали нечто само по себе рассматривали, иное само по себе не рассматривали, иное мы рассматривали по отношению к экономам. Это мы еще не рассмотрели. Итак, рассмотрим иное по отношению к самому себе. А что значит иное по отношению к самому себе? Это значит иное самого себя. Ну раз по отношению к самому себе. Никакого другого-то она нету. Иное и иного. А что мы можем сказать про иное и иного? Ну что вы можете сказать про иное и иное? Оно есть. Оно не просто есть. Оно иное. Но оно же иное и иного. Значит оно иное. Отрицание иного. А? Отрицание иного. Оно иное иного. А раз оно иное, оно само отрицание. Но раз оно отрицание, значит оно и не то, что есть У нас есть иное-иное, а это отрицание этого Значит иное-иное Иное-иное-иное Значит отрицание вот этого иного Иное-иное есть что? Иное Вот какой мы вывод получаем Иное-иное взятое по отношению к себе А раз оно отрицание самого себя Оно какое-иное, значит оно иное Оно иное Иное-иное есть иное Вот какое утверждение мы должны рассмотреть Раз это утверждение есть в логике То оно что-то отражает В действительной жизни Какие-то переходы, какие-то противоречия Вот ради этого мы и будем в этом копаться То не случайно же появляются такие утверждения Ну вот иное-иное есть иное Какие тут мысли можно Выявить, если изучаем Во-первых, иное-иное Как было иное, так и осталось иное Правильно? То есть разница с собой Иное равно самому себе То есть мы можем сказать, что вот здесь Это же утверждение Расшифровывается так Иное-иное есть иное Второе То есть какое было, такое осталось Но иное-иное-иное есть иное Все слышат, что иное же оно Значит иное-иное не такое, а иное То есть не равно самому себе То есть мы выявили Что в этом утверждении Иное-иное есть иное Скрываются два противоположных момента Какие? Равенство нечто с собой Почему нечто? Потому что иное – это и есть нечто Мы можем всё это Добытое для иного Поскольку иное – это нечто Отнести их к нечто Равенство нечто с собой И неравенство нечто с собой Потому что иное-иное есть иное А не такое То есть я с одной стороны вам Убедительно могу доказать, что иное-иное Есть иное Но иное же написано иное Значит иное А потом я то же самое вам буду объяснять Если иное, то не видно, что иное тут написано Значит, не такое Логично? И то логично Вас это удивляет? Но это характерно для диалекстики Принятие в единстве прямо противоположных утверждений В формальной логике на этом был поставлен конец И всё Дальше мы не рассматриваем ничего А мы рассматриваем дальше Что же тогда получается? Получается, что всякое нечто имеет два противоположных момента А что такое моменты, мы уже знаем Когда ещё изучали становление Это два противоположных движения в одном движении Это, во-первых, равенство с собой И неравенство с собой Видите, оно у вас упало Раз оно упало, то оно упало Не равно самому себе Но оно же это А оно упало Значит, оно равно самому себе Ничего страшного Сейчас вы убедитесь в этом Начнёте писать? То есть, и равенство с собой, и неравенство с собой Это два момента всякого нечета Всякого Вообще философия изучает всеобщие законы Поэтому она не говорит, что это для каких-то особых вещей Какие-то особые положения Она берёт всеобщие Любое нечто Есть равенство с собой И неравенство с собой Вот вы себе равны? Неравен и неравен Неравен и неравен А вы сразу отвечаете А вы на один вопрос можете ответить? Вы равны самому себе? Правильно Ну да Можно сказать? А теперь я вас спрошу другого Вы не равны самому себе? Опять да Вот это правильно А скажем, с точки зрения формальной логики Если вы сказали одно, так вы другое Уже противоположно не можете сказать На самом деле так и есть Всякое нечто И равно И неравенство Самому себе И вот такое нечто Которое и равно И неравенство Самому себе Как бы вы назвали? Вы бы это назвали Я прямо вижу Читаю у вас на лицах Изменяющееся нечто А как вы ещё понимаете Изменение Что оно и равно И неравенство Самому себе Правильно Понимание этого Входит в нашу повседневную жизнь Я вот уже Многим рассказывал И вам расскажу Что я вот Обуреваемый этими мыслями Иду на занятия И как раз спускаюсь В метро Василия Островская Там девушка В цветастом платье И написано Меняйся чаще Чувствуете рекомендация Какая Меняйся чаще Ну какая-то Я так посмотрел Думаю половинчатая Какая-то рекомендация Она и так доменяется Она и так доменяется Что уже будет не она Меняется 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 И А на следующий день Я иду с другой стороны Со стороны Дворцовой И вот заканчивается Дворцово Начинаются там остановки И стоит стенд И на нем написано Рекламный Щит Меняйся Но оставайся собой Орифлейм Вот думаю Орифлейм дает Диалектик Меняйся Но оставайся собой Вот прям как вы Они раньше додумались Уже написали все Ну вот Эти моменты Как они называются Как они отражены В языке Ну что касается Момента неравенства С собой Он у Гегеля Называется бытие для иного Нельзя сказать Что вы иное Потому что Это же момент Нечто Поэтому как же вы Скажете Что это иное Это не иное А бытие для иного Он как бы стремится Превратиться в иное Это момент Превращения в иное А как момент Равенства с собой Называется Он называется В себе бытие В себе бытие Такое странное название На первый взгляд Кажется Что это такое В себе бытие Что это за такое, за название? А вот почему вы так вот долго думаете? Это я начал кричать на вас. Это что означает? Что я не в себе. А подождите, я приду в себя, то есть стану равным самому себе и на вас кричать не буду. Так употребляется в языке, да? Или вы приходите к секретарше какого-нибудь, директора. Говорит, мне надо то-то-то. Она говорит, сейчас я приду в себя. И тогда буду с вами разговаривать. А где она была до этого? А вдруг я читал, читал лекцию и стало мне не по себе. Это что такое? А не равен самому себе стал. Так? Не равен со собой, не по себе. А иногда даже представляет это слово. Слово там. Оно по себе или в себе добавляет просто так, как перчинку такую. Равен со собой. Вот. То есть равен со собой – это все бытие, но в языке. Ни какого другого смысла. Ведь утверждение там – вышло себя, в себе бытие, мне не по себе. Не равен я самому себе. Они никакого другого смысла не имеют. То есть это такое слово употребление. И Гегель не должен был выдумывать из головы, а брать из языка. Почему? Потому что язык – он выражение уже человеческого сознания. Не сознание какого-то отдельного человека. А то, что закрепилось человечеством благодаря многократному употреблению и отражению действительности. Значит, и в действительности есть равенство с собой и неравенство с собой. Есть в себе бытие, и есть бытие для иного. Вот, скажем, есть в России люди, которые отвратительным считают саму Россию. И они все время будут сказать, что в этой стране… Как будто они не в этой стране. Как будто они пролетают на самолете. В этой стране над Россией. Не в нашей стране. Они говорят – в этой стране. Все это плохо, то плохо. Люди не те, и все не та. Это все вот в этой стране. Это, казалось бы, сейчас свободное буржуазное время. Садись на самолет и улетай в другую страну. Нет, они всю жизнь будут тут жить. Это наши люди, которые только все время отрицательно относятся к своей стране и положительно ко всем остальным. Это, так сказать, все для иного. Еще худшим выражением является, скажем, компрадорский капитал. Что такое компрадорский капитал? Это такой капитал, который бизнес строит на разрушении российских предприятий. Так сказать, разрушишь еще какое-нибудь предприятие, деньги получишь. Это же бизнес. Вот Дерипаска, например. Купил газ. Уничтожил производство Волги. Одновременно купил за гроши, видимо, эту. Самую худшую машину какая только была. Крайслер. Оборудование для ее производства. И начал, объявил, что мы будем производить Волгу Сайбер. Немножко попроизводил для видов. А так все дело и закончил с разрушением производства Волги. И нету больше Волг. Вместо того, чтобы взять Волгу, ее улучшить, модернизировать. Тем более она спросом пользовалась все время. Пока производили, все время был спрос на Волгу. Это не такая машина, в которую надо, когда зашел, вот так голову держать правым, а вот так голову левым. А свободная машина. Мой соавтор, декан экономического факультета, профессор Моисеенко, участник Великой Отечественной, ехал на Волге с женой. И под старой русской вдруг понесло машину. Она пошла на противоположную сторону. Там никого не оказалось. Столбы. Они почему-то не встретились. И он поэтому улетел в канаву, перевернулся, стукнулся правой стойкой и подпрыгнула Волга. И встал на ноги. Не стало только лобового стекла. Он мне позвонил. Я приехал, фанеру приделали и поехал в Ленинград. Ну, фанеру с дырочкой. Чтобы холодно не было. Вот что такое машина. Хороша. А не то, что в смятку шли, так сказать, и ничего нет. Бытие длинного. А бытие в себе, равенство с собой, ну, ясно, что это равенство с собой не присутствует где-то отдельно от бытия длинного. Правда? Такого же не бывает. Нет у вас такого там в организме, вот это равно самому себе. Как ось, на которой вращается колесо. Колесо вращается, а ось неподвижна. Или наоборот, колесо неподвижное, а ось вращается. Такого нет. Нельзя выразить бытие для иного. Нельзя выразить в себе бытие и оставить только бытие для иного. Они в единстве. Это моменты. Поэтому изменяющееся нечто, так надо и понимать. Как что? Как единство в себе бытия и бытия для иного. Но вот если мы хотим это понимать, мы должны это единство понимать. Раз мы понимаем их единство, то как могут быть едины противоположности? Смотрите, пожалуйста. Не легко, а только в борьбе. В борьбе. Только вот если я вступаю с вами в единство, смотрите, я вступаю с вами. Уже получается борьба. Я вас уже толкаю. А если вы будете упираться, то вы меня будете толкать. То есть в единство мы можем вступить, будучи иными, только как борющиеся противоположности. Поэтому, если есть в себе бытия и бытия для иного, а не находятся в единстве, значит, во в себе бытии есть момент бытия для иного. Правильно? Но если вы со мной связались, значит, у каждого из вас что-то от меня есть. Правильно? А если я с вами связался, вот молодой человек, вот вы с бородой там сидите. Да? Значит, если я с вами связался, что от вас что-то ко мне перешло же, на вас смотрю и завидую. У меня вот такую бороду, к примеру. А? Сувствуете? То есть, раз уж мы противоположности, то мы же в единстве, мы же здесь. Кстати, что является? Это потом мы узнаем. Есть такая категория границ. Кто-нибудь дошел до границы в самостоятельном изучении диалектики, нет? Не знаете, да? Ну, я забегу вперед и скажу. Граница – это одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. У нас есть с вами такая определенность, которая соединяет и разделяет два нечто – меня и вас. Есть? Что так вы грустно смотрите? Что экзамен давать надо будет? Лекция у нас – одна и та же определенность. Лекция нас соединяет. Мы же здесь вот… Вы собрались слушать, я читать. Но нас разделяет, я, во-первых, излагаю, а вы записываете, да? Или запоминаете. Поэтому она нас и соединяет, и разделяет. Это одна и та же определенность. Никаких чертах, которые проводят, говорят, это вот граница, это вот то, это вот то. А это то, что проникает, всё. И граница, она и ваша определенность, и моя определенность одновременно. И она и соединяет, и разделяет. Ну, так вот, надо понять, что раз в себе бытие и бытие для иного неразделимы, значит, если вы берёте в себе бытие, то в нём есть и бытие для иного. Так в себе бытие не было бы бытием в себе, если бы оно бы не отрицало в себе же бытие для иного. Такое прочное в себе, не просто случайно равно. Оно, оно случайно, не случайно, а оно равно самому себе через отрицание своего отрицания. Вот если я, мы с вами, если вы иное бытие для иного, а я в себе, так я стараюсь вас вытеснить, так сказать, из себя. А вытеснить не могу только потому, что мы, как же, если я только начинаю вытеснять, я тогда к нему притрагиваюсь. И чем больше я его вытесняю, тем ближе я к нему становлюсь. Не так? Да. Вот сразу он почувствовал, и другие ещё не почувствуют. То есть, бытие для иного уже в себе бытие, и вот такое в себе бытие, которое противостоит в самом себе этому бытию для иного, не так, что он внешним образом соотносится с бытием для иного, а в самом себе это из себя исключает, называется в нём бытие. Или это вообще вершина краткости Гегеля, или просто В. Вы не обдумывали В, что означает? В означает, что оно отрицает всякое не В. В нём бытие. И получается, что вот в этом месте человек, который до этого дошёл, в изучение науки и логики, он читает в себе бытие, бытие для иного, и в нём бытие. Объясняли ему, объясняли противоположности, а тут три. Ну и всё, человек дострял. Не три, тут вот две категории, два момента. Но только в себе бытие предстаёт сначала как просто, как в себе бытие, а потом как в себе бытие, исключающее из себя бытие для иного. И такое в себе бытие, которое исключает из себя бытие для иного, называется в нём бытие, или просто В. Это мы изучаем изменяющийся нечто. В. И вот мы изучали, 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 и тут нас настигло, вдруг там холодок прошёл по спине, потому что мы вспомнили, что у нас определённое наличное бытие, а мы занимались только наличным бытием. И забросили эту самую определённость. Вот я с ними всё разговаривал, а про вас забыл. А без вас нету вот всей нашей вот этой, этого всего мероприятия. Переходим к определённости. Но определённость же тоже бытие наличное. Значит, в определённости есть и равенство с собой, и неравенство с собой. Вот это даёт возможность сформулировать очень важную категорию. Я сначала сформулирую, а потом назову. Качество, которое есть в себе, в простом нечто. Что значит в себе? Качество, которое сохраняется в изменении. В себе. В себе это равенство с собой. Вот качество, которое сохраняется. Вашим определением является то, что случайно вам в голову пришло, или случайно вы так поступили. Или вашим определением является то, что для вас существенно. Что обычно вы так и делаете. Вот это ваше. А другое – это вы сделали, как они. Но это вы случайно так сделали. А на самом деле ваше определение не такое. Качество, которое есть в себе, в простом нечто, то есть сохраняется. И сущность находится с другим моментом этого нечета, с внём бытием. Значит, не просто оно сохраняется, ещё и противится превращению в иное. Раз в единстве с другим моментом – это с внём бытием. То есть оно тогда сопротивляется превращению в иное. Вот такое качество и называется определением. Больше я ни одного научного определения определения нигде не встречал. Потому что если вы откроете какие-нибудь словари, хотя бы даже и философские, которые, как известно, пишут неудавшиеся философы, потому что вы видите, знаете, какого-нибудь крупного учёного, который написал бы словарь? Ну, кроме тех учёных, которые занимаются именно языком, как, например, Даль. Правильно? Языковеды – это понятное дело. Где там у них что язык, что словарь – это, так сказать, у них одна задача. А если вы имеете в виду какие-нибудь другие словари, вот, скажем, Менделеев таблицу элементов написал, а словарь по химии не написал. Эйнштейн написал словарь по физике? Нет. А Ньютон? В общем, слабаке. Никто не написал словарь. А знаете других, вот, какие написали словарь, они какое сделали? Какой вклад науку? Какой? Никакой. Ну, словари. То есть они что знали, то написали. Перечень там терминов. Причём что они сделали? По алфавиту разложили. Мы с вами по алфавиту категорию расставляем или по имели выведения? Вот если я вашей гости по алфавиту расставлю так на доске, что это будет? Это будет анатомический театр. Тут я тут постигал только на вашу красную рубашку, а это вообще чёрт-те что, рачленёнка. Кошмар какой-то. Представляете, всё не в порядке там возрастания сложности, не от движения целого к целому, как развивается человеческий организм. А всё распилили. Бука, нога, голова, середёнка сюда, почки сюда, печёнка. И уже как-то, куда мы попали? Ну, это для медиков нормально. Они должны привыкать, срезать. Вы к какому пойдёте хирургу, который 20 трупов порезал или только на вас будет тренироваться первое? Я предполагаю, предпочитаю вот те, которые... А то он разрежет меня, скажет, слушай, а где у него там, соседу говорят, а где у него там селедёнка? А сейчас, говорит, мы здесь разрежем, посмотрим. И найдут. Ну, как студенты ищут. Мы ищем, и они ищут, но они на нас же будут искать. А то, что уж ножницы забывают, это мы знаем. А знаешь, целую простыню там забыли? Ну, не вся такая небольшая простыня, но только какой-то, который использует в речке операции. Или пойдите в уху, горло, нос, и вы увидите, что там. Там выставка такая, что люди проглотили. Мало того, что скрепки, кнопки. Ложки проглотили, вилку проглотили. Это ужас. Знаете, что получилось? А значит, определение такое. Качество. Во-первых, качество. Несовокупность признаков. Я скажу, у вас все признаки. А вы не были террористкой? Смотрите, тоже такое лицо, два глаза. Рот и нос. Это мне кого-то напоминает. А у вас еще и борода. Вот так вас бросаем, вот этого начинаем подозревать. Борода. Да, лучше бы вы ее сбрели, как я. Да, и волосы. Сейчас иначе можно. Можно, могут вас останавливать. В общем, надо думать. Это признак? Признак. А когда мы говорим о качестве, которое есть в себе. В себе это значит, хоть сбривай, хоть не сбривай. Правильно? По принципу. А умеще-то куда я могу деть? Если я умный человек, то я ум, то вы меня не сбреете. Правильно? Ну, это как... Я вам не рассказывал, как школьникам учительница объясняет. Вот классики марксизма, ленизма. Маркс, Энгель. А вдруг... И показывает им портреты. Говорит, кто это? А Вовочка с последней партой встает и говорит, Вера Васильевна, это наш дворник дядя Вася. Ну, что ты говоришь, Вова? Что ты говоришь? Ну, Вера Васильевна, ну давайте после школы пойдем, после занятия. Я вам покажу. После занятия идут. Ну, надо решать проблему учительницы. Приходит под лестницу, сидит. Ну, вылитый Маркс. Вылитый. К нему подходит учительница и говорит, Как вас зовут? Василий Андреевич. Василий Андреевич, вы меня извините. Я вот преподаю. Мне нужно объяснять. Вот классики марксизма. Вот Маркс. Ну, я понимаю, что это не от вас зависит. Ну, что-то надо как-то сделать. Он говорит, ну хорошо. Ну, хорошо. Ну, сбрею я бороду. Ну, волосы я сбрею. А умища-то куда я могу деть? Маркс – это же умища его определенная. Умища куда идти? Так что определение – это такое качество, не внешнее, которое никуда не уберешь. Которое еще и внутренне противостоит переходу в иное. Но раз оно противостоит переходу в иное. Видели, я вот уже от него отталкивался. Это что значит? Я уже к нему притронулся. Я уже, можно сказать, вступил в единство. Если он преступник, то я его сообщник. Так мы стояли поводу. Он свое, я свое. Я его не знаю. Первый раз вижу. Ничего себе. Первый раз. Вы же с ним все время взаимодействовали. Скажут все. Сколько свидетелей найдут. Мы с ним постоянно взаимодействуем. Если его будут брать, то меня возьмут. Ну, по крайней мере, проверять будут долго. Что-то они все время имели общее. Постоянно. Так что вот это вот замечательное определение, определение, которое я вам очень советую запомнить. Не то, чтобы заучить, а просто запомнить наизусть. Навсегда. И все. Почему навсегда? А потому что ничего другого, более умного, вы нигде никогда не найдете. И тут все сказано. Это такое ваше качество, которое сохраняется в изменениях. Но раз оно сохраняется в изменениях, то через это изменение, то есть через это В, через в нем бытие, с которым оно соединено, можно изменить и определение. Бывают такие люди, которые переродились. Был порядочный человек, а стал негодяй. Бывает? Бывает. То есть внешним образом, через внешнее можно поменять и внутреннее. Поэтому это не такое вот, с одной стороны, оно устойчивое, да, прочное, но не такое абсолютно прочное, что оно вообще не подлежит никаким изменениям. Вот Ленин писал про Жюля Геда, как известного такого социалиста. Их были два крыла во французском социалистическом движении. Одно называлось Жерондо, такое оппортунистическое, а другое – гора, революционная. И вот Жюль Геда возглавлял революционное крыло, а Шерондо – другой социалист возглавлял. И вот Жюля Геда, про Жюля Геда Ленин говорит. Товарищи рабочие, учитесь на примере всей жизни Жюля Геда, без исключения его измены в 2014 году. Вот учитесь на примере всей жизни, только вот после 2014 года, что он делал? Это нет. Все, он перевернулся. Или Карл Каутский – марксист был, хороший? Хороший. Ленин в его книге, который написал Каутский, хвалил? Хвалил. А потом он написал книгу про летарскую революцию и ренегат Каутский. Что значит ренегат? Отступник от Маркси. Все. А почему эти вот отступники появились? А потому что вопрос оппозиции, даже теоретической, встал в связь с личным бытием. То есть, если вы находитесь в парламентах, или вы вообще находитесь, так сказать, в общественном политическом бытии, и если вы выступаете против военных кредитов, что делали большевики наши, или вы едете на каторгу, как уехали все большевики, члены Государственной Думы, избранные по рабочей курии. Они все уехали куда? Раз они проголосовали в военное время против военных кредитов, это вы кто против нашей Родины выступает? Все в Ибирь. И Карл Липпневцев в германском рейхстаге против военных кредитов проголосовал. Вот если он поднимает руку, это значит, что он себя направляет на каторгу. А вот сидит товарищ. Он не проголосовал. Зачем на каторгу? Он пойдет в правительство. Что плохого? Не плохо ли у правительства, скажите? Ну вот. И это был конец социал-демократических партий. Вот с этого периода, с 2014 года, все социал-демократы, за редчайшим исключением, я эти исключения назвал, редчайшие, это вот большевики и Карл Липпневцев, все изменили дело социализма. Поэтому они превратились в буржуазные партии, пошли в правительство, а Ленин выступил с идеей уже в 17-м году поменять название партии на коммунистическую. Точно так же, как сейчас, например, некоторые коммунистические, надо поменять название, потому что там уже давно не коммунисты. Они поддерживают мелкий бизнес и являются мелковооруженными партиями. Вот это очень важное определение. Остается, мы рассмотрели качество, которое в себе, а оно же еще бытие для иного имеет, это же самая определенность, да? А вот определенность, которая есть лишь бытие для иного, оно же не называется качеством, потому что качество – это бытие. Это положительное такое утверждение. А определенность, которая есть лишь бытие для иного, это вот тут неправильный перевод почти во всех произведениях Гегеля, наук и логике, которые изданы после 1937 года. В собрании сочинений написано «характер», то есть если у вас есть какое-то бытие, вовне проявляется как характер. Характер, может, он же связан с чем? С вашими отношениями там, с другими. А эти отношения по-разному складываются. Так вы человек добрый, хороший, как вот увидите его, а так что-то начинаются, какие-то неправильные, так сказать, скандалы, разговоры и так далее. Что может быть? Характер. Бывает, что человек хороший, а характер плохой. Бывает. Я вот не могу забыть, мы пригласили известного специалиста из Москвы, Валентина Даниловна Скорженского, который написал вот такую книгу по философии, философский ревизионизм в Чехословакии. Она блестящая просто. Книгу написала. И человек такой блестящий, и ученый интересный. Но характера нет. Не приводи Господь. И вот я, значит, со своим товарищем мы организовывали ее. Тут она выступала в Петровском зале для ученых нашего университета на Большом Совете. Ну, ее надо было сначала поселить. Поселением занимался не я, а мой товарищ, Виктор Георгиевич Долгов, который потом стал проректором нашего университета, первым проректором нашего университета. И в первом смысле, первым в историческом плане, а первым по названию. Первым проректором была Вербицкая. Потом она стала ректором, а вот Долгов Виктор Георгиевич стал первым проректором. И вот ему она говорила, куда вы меня поселили? Так далеко. И не дайте, и не доехайте. И комната не такая. Я там ему уже это все пропускал. Не важно, что говорит. Важно, что книгу хорошую написал. А прямо ему она всю кровь испортила своими разговорами. А человек хороший. Хороший человек, хорошую книгу написал. Ну, что делать? Поэтому одно дело определение, а другое характер. Мы различаем. Да. Человек хороший и добрый, а по характеру только покидается на других людей нападать. А так вообще-то по душе это доброе. Может такое быть? Может. Потому что жизнь, увы, сложна и противоречива. И мы вот сейчас не просто говорим, что вот изменяющееся изменяется, если равно или не равно самому себе. А мы еще и анализируем эти все вот моменты. И у нас получается, что вот есть определение и характер. А вот мудрецы, которые переводили во всех остальных изданиях издательство «Мысль» и в нашем ленинградском отделении издательство «Новку везде» вместо характера написали свойства. А в учении о сущности есть свойства. И категория два раза появляется. Это неправильно. И вот получилось определение и свойства. Но определение есть и характер есть. Оба это бытии. Значит, оба наличные бытия. Вот мы и получили такое нечто, каждый момент которого сам есть нечто. То есть определение моментами которого являются определение и характер. И оба они нечто. А это уже не просто они иные, потому что я говорю, это не такой. А они качественно иные. Одно есть определение, а другое есть характер. То есть имеет место, пишет Гегель, качественное инобытие. Качественное инобытие. Одно есть определение, другое характер. И вот тут и получается одна и та же определенность, которая соединяет два наличных, два определенных наличных бытия. Вот это вот определение, это одна и та же определенность. Она, эта определенность выступает только как определение, только как характер. Но она одна. Определенность. Одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Вот я забегал вперед, но недалеко убежал. Вот уже мы подошли к этому. И вот одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто, это граница. Граница этих двух, не говорят между двумя нечто, а этих двух нечто, это их общая граница. Лекция наша с вами общая граница. Вы на занятия пришли на охрану нашей границы. И я пришел на охрану, мы охраняем, поддерживаем. Так, а вот теперь, когда вы правильно определили, что такое граница, можно теперь поставить вопрос тогда, который вовсю обсуждается везде, и люди с умным видом говорят о пределах. Что такое предел? Вот что такое предел, что вы скажете до изучения этого вопроса в диалогическом плане? Что такое? Конец. А? Конец. Все. Конец, все. На этом лекция завершается. Все расходятся. Конец. Нет, неправильно. Так, его понимают очень часто, как конец нет. Максимальная точка? Точка еще. Надо знать, что такое точка. А вы знаете, что такое точка? Я не знаю. А вы знаете. Еще и максимальная точка. Точка – это что-то минимальное. Какая же она может быть максимальная? Уже меньше точки ничего нет. Как же точка может быть максимальной? Что вы говорите? Точка – самая простая категория математики, а самые простые категории не могут быть определены через другие, более простые, потому что их просто нет. Поэтому они не определяются вообще. Точку нельзя определить. Она неопределяемое понятие. Нет, это не пойдет. Значит, вот я вам сейчас нарисую картину. Вот видите микрофон, да? И вот летит самолет. А это граница. Но микрофон же и к этому принадлежит, и к этому, правильно? Это вообще микрофон принадлежит к этой аудитории, так что он неотделим. Кстати, тут компьютер все время мешает мне лекцию читать. Он все время говорит, гудит, и написано – не выключать. Это мне, чтобы интереснее было читать лекцию. Вы-то не слышите, а я это слышу все время. Он тоже у нас относится к себе бытие вот этой аудитории. Невыключаемый компьютер. Может быть, электричество экономит. Не знаю, какие-то причины. Может быть, экономит компьютер, потому что если его выключаешь, включаешь, то ему не очень это здорово. И вот летит самолет. Пока он не долетел до этой границы, он не предел вот этой границы. Правильно? То есть пока до нее, до этой границы не дошли, она не предел. Правильно? Почему? А потому что еще можно двигаться. Каждый раз. Вот считайте, что я каждый раз расстояние беру пополам и говорю, можете еще половину проехать. Потом половину того, той половины. И так это будет до бесконечности. Если можно еще каждый раз половину проезжать, и все, можно двигаться и двигаться. Значит, это не предел. А когда я перелетел через эту границу, то она тоже не предел. Раз я уже перелетел, то и все, она не граница, она сзади. Вопрос. Значит, пока вы не дошли до границы, она не предел. А когда перешли границу, она уже не предел. Когда она предел? Чисто логическая задача. Пока вы до границы не дошли, самолет, разумеется, не останавливается. Как вы так себе не представляете, так тормознуть самолет, который летел 800 тысяч километров в час. Простите, 800 километров в час и вдруг раз, его резко остановили на границе. Такого не бывает. Вот он пролетает, так равномерно, то это было до, а теперь это уже после. Что такое предел? Пересечения. Что вы сказали? Пересечения. Все равно не понял. Пересечения. Пересечения. Ну, да, вы в целом правы. Я бы только с точностью до формулировки. У Гегеля написано, предел – это граница, которая переступает. Переступает. Предел – это граница, которая переступает. Ну, вот мы сейчас на примере самих себя в этой сети мы разберемся. Значит, вы, товарищ, с которым мы все время беседуем сегодня, он мой друг на лекции и ассистент, он равен самому себе, правда же? Да. Но если он такой равен самому себе, то лекция моя бесполезна или он, так сказать, совершенно не способен ничего воспринимать. Два варианта. Какой хотите, такой выбирайте. То есть, значит, он равен, но он все время выходит за свою границу. Все время. А граница, которая переступает, называется пределом. Значит, человек, который выступает, все время переходит за свою границу, выходит за свой предел. А человек, который не выходит за свой предел, это не про вас? Он не выходит за свой предел, он смотрит в телефон. А если он не выходит за свой предел, он какой человек? Не, не ленивый. Он ограниченный. Ограниченный. Вот видите, мы с ним отобщались, общались, и он уже способен к безграничному развитию. Хотя его все время только отталкивал. Я никогда ничего куда-никуда не тянул, только отталкивал от себя. А он, знаете, куда пошел? А сосед его, уже клонится к нему, потому что он понял, что надо с этим связывать, прогресс-то. С выхождением за свой предел. То есть, в отличие от ходячих, вульгарных представлений, что предел – это вот куда упрешься носом, и все. И конец, как вот вы и сказали. Конец. Все. Конец. Никакого конца нет. Наоборот. Все ваше движение. А в чем смысл вашего обучения? Если вы не выходите за свой предел, то выбросьте тетрадь и ручку сломайте. Зачем они вам нужны? Это вы имитацией только тут занимаетесь. Если вы не выходите за свой предел, то зачем? Это ничего не нужно. Вы все равно останетесь равным самому себе. Так? Но это ладно, сейчас вы останетесь равным. То есть, он будет равным самому себе, как студент. И как в качестве студента, и будет жить дальше. На этом уровне. А если бы вам было полгода, и вы все только не выходили за свой предел? Вон дети, они все время выходят за свой предел. Начинается это дело с того, что как только привозят из роддома, и начинают бояться, как голова у этого ребенка не отвалится, а он так еле-еле ее держит, а ему так сзади подставляют, чтобы она не оторвалась. Потом он выходит за свой предел и начинает так уже бодро. Он покачивается немножко, но голову уже держит. Вышел за свой предел. Но это все не кончается. Он-то не имеет высшего образования и даже среднего не имеет. Он не знает, что нельзя выходить за свой предел. И он начинает пытаться переворачиваться. Сначала он лежит, как этот жучок, который перевернулся, и руками-ногами болтает. Никак не может перевернуться. Но он пытается все время перевернуться. И, наконец, вдруг к нему подходит мать. И видит он уже на животе. Он вышел за свой предел. Так мало того, что он лежит на животе, он начинает пытаться двигаться. И куда у него двигаться, получается, преимущественно назад. И вот он пятится, как рачок, туда-куда-то назад. Но по-прежнему он еще не изучал никаких наших наук, особенно формально логических, и не знает, что нельзя выходить за свой предел. И вдруг смотришь, он уже вперед начинает двигаться. Потом он пытается, значит, вставать там, в кровати. Он же не умеет вставать. А раз он не умеет, значит, он выходит за свой предел. Поэтому мало того, что он выходит, в один прекрасный момент он уже, значит, что-то так качается, но уже он без опоры пошел. Но он при этом падает. Причем у меня дочка падала страшным треском на парке с грохотом. Ну, хорошо, у детей маленькие, мягкая здесь голова. Иначе, я думаю, она раскололась от такого. Потом смотришь, спокойно уже ходят они, но молчат. И кошки вроде как умнее этих детей. Потом вдруг кошки остаются далеко позади, и собаки, они молчат, а эти начинают лепетать. Опять вышли за свой предел. Все время выходят за свой предел. А потом они остаются взрослыми, солидными, и говорят, ну, я профессионал, я делаю только то, что умею. А надо что делать? А надо все делать всегда делать то, что вы не умеете. А что делать то, что умеешь? Мы это уже и так умеем. В чем состоит наука в открытии нового? Вот, скажем, моя профессия состоит в чем? Я считаюсь преподавателем высшей школы, да, профессор? Какие к нам требования предъявляются? Мы должны заниматься научной работой. Если мы научной работой не занимаемся, мы не можем быть преподавателями. Если человек не выходит на передний край науки и не выходит за свой предел, то как он может преподавать? Логично? Да он просто тогда что-то запоминает, даже то, что он сам написал, и пересказывает. Вы любите пересказы слушать? Я, например, не люблю. Я, например, терпеть него. Выходит студент и начинает читать, как Брежнев. Дорогая Индира Ганди. А ему говорят, так это не Ганди, это Тетчер. Он говорит, да, дорогая Индира Ганди. Так Леонид Ильич, это не Индира Ганди, это Тетчер. Да я вижу, что Тетчер. А написано Ганди. Зачем читать вот? Прямо вот хоть и души этих людей, которые читают. Зачем они? Мы же у вас взяли эти аттестаты зрелости. Значит, вы умеете читать и пересказывать. Вы в каком классе? В шестом уже умели, правильно? Бегло пересказывать. Нет. Философия такого или история того-то. И излагают. Вы должны свой взгляд излагать на то, что вы читали. А чего вы просто пересказываете? А там, где надо, сослались. И всё. А как научиться не привязанным быть к бумажке? А так и учиться не привязываться к бумажке. Ну, будете ошибаться. Стукаться. Сначала больно, потом не больно. Потом будете свободно говорить. А если не будешь говорить, то туда человек... Вот он, если он не держит в руках, извините. Вот если он не держит в руках, он как вот слепой. А когда держит, точно слепой. Потому что он... И так они вообще поглядывают на людей. И темп у них совершенно не связан с тем, как люди воспринимают. Ну, так-то я-то имею возможность хоть посмотреть. На вас, на вас, на вас. Посмотреть, как вы реагируете. Ну, я вижу, что вы не понимаете. Значит, надо остановиться. А если вы, наоборот, понимаете, что я толчу? Остаюсь на этом месте. Надо быстрее пройти. Правильно? То есть человек должен... Или, скажем, я такую на эту тему лекцию читал. Так я на эту лекцию читал не тем, и не так. Как может быть одна и та же лекция для разных аудиторий? В чём смысл тогда? Тогда давайте я под фанеру буду читать. У меня есть лекции записаны. Сейчас тут попросим на этот экран вывести. А я тут буду, как некоторые рог-певцы, рот буду открывать так. А вы будете здесь слушать. А потом вы скажете, а с чего вы тут идёте слушать? Я могу и дома посидеть, послушать. Я могу в этом, в трамвае посидеть, вместо этого посмотреть через свой телефон. Вот нам нужно не потерять такое качество, которое есть у всех детей. Делать то, что ты не умеешь. Только делая то, что ты не умеешь, ты развиваешься. Когда ты делаешь то, что умеешь, вот ты тогда не развиваешься. Ты делаешь полезное дело, но не развиваешься. В науке вообще, если я буду делать то, что и другие сделали, то я не учёный. Правильно? Первое требование к кандидатским уже диссертациям. Какое? Новизна. Если вы написали отличную работу, но там нет ничего нового, ну и забирайте эту работу, никто её рассматривать не будет. А уж докторские, тем более, должно быть открыто новое научное направление или сделано обобщение крупной народно-хозяйственной проблемы, которая имеет историко-культурное значение какое-то, очень важное. А если этого вы не сделали, вы никто. Поэтому, вот, подойдя к этим категориям, категории предела, мы должны для себя поставить задачей ещё раз вернуться в детство. Не в смысле того, что вы стали ничего не знающими, а в смысле того, что вы так, как делают дети, они только всё время занимаются тем, что они делают то, что не умеют. А зачем я буду делать то, что я умею, если я хочу развиваться? Это вы когда будете работать, будете делать то, что умеете. А когда вы учитесь, вы должны делать всё время то, что вы не умеете. В том числе и на экзамене. Вот если вы на экзамене, а у нас экзамен уже неотвратимо близится, и по всем данным, которые мы получили через нашу агентуру, у диспетчера, по этим данным у нас будет экзамен с вами. 19-го числа будет консультация, а 20-го и 21-го будет два дня экзаменов для историков. Да, и вот эти два дня я буду давать вам, вы выбираете два вопроса из того списка, который я вам дал, самостоятельно. Вы же самостоятельные люди. Ну, выбирайте то, что вам нравится. Вы хотите показать, что вы знаете. Курс показываете. Ну, допустим, если вы бы защищали кандидатскую диссертацию, я бы вам тему давал, или вы сами бы выбирали? Сами бы выбирали, а докторскую тем более. Ну, и зачем я вас буду унижать? Вот вы сами выбираете. И кажется, что я такой добрый. Ну, не такой уж я и добрый, потому что если вы выбрали самое любимое своё и не знаете, ну, тогда вы вообще всё, ничего не знаете. Это чисто едва. Правильно? Поэтому вы, как бы, с одной стороны, на высокую вершину забрались, но слететь с неё можете очень здорово. С другой стороны, я буду давать возможность. Я почитаю, увижу у вас замечание, скажу, это не так. Идите, подумайте. Вы пойдёте туда, сядете и будете думать. Мы вам мешать не будем. На экзамене не разговаривают. На экзамене сидят и думают. Потом вы пришли, прошли по первому кругу все. Пришли снова. Мы обсудили. Оказывается, у вас ещё недоработка. Надо ещё поработать. Ну, и к вечеру все разойдутся с пятёрками. Ну, кто их вечеру, ничего не нравится. Но всё имеет свои пределы. Которые мы, конечно, будем переходить на неё не до бесконечности. Ну, кто-то не с пятёркой уйдёт. Но, во всяком случае, сколько раз вы ко мне подходите? Да сколько надо? Это никакого отношения к оценке не имеет. Правильно? А если вы можете, так сказать, выйти за предел в ходе экзамена, и прекрасно. Всё плохого в этом? Понятно, да? Сейчас, правда, такие наступили времена, несколько формальные. Например, в наше время можно было экзамены засрочно сдать до предела. Например, я за первый курс сдал до 1 июня. И 1 июня уехал к пионеровожатам нашего университетского лагеря. Они сдавали экзамены, а я там загорал и купался с ребятами. Ну, надо мне было смотреть, чтобы они не потонули только что. Да, это опасное дело. В чём проблема? Обычно идёшь в деканат, там дают тебе зелёную бумажку, в ней ставят оценку, и этого предмета для меня больше нет. Он закончился. Я тогда другой предмет готовлю. Потом третий, четвёртый, и к моменту экзамена всё сдано. В чём секрет? Нет секрета. Сейчас говорят, нет, самое страшное, если вы досрочно сдадите мне экзамен, и досрочно будет ясно, что вы знаете философию. А что плохого в этом? Что вы досрочно знаете? Что плохого? Обвините мне. Не знаю. Вот если вы умнее меня станете, это плохо, что ли? Не я скажу, это мой был студент. Он будет, может, президентом. Я скажу, вот я его учил. Вот Кудрина учил, у меня диплом у них был. Он взял наши деньги и увёз в Америку. А вы тоже собираетесь увезти в Америку наши деньги? Не планируете? Пока не планируете. Он пока тоже не планировал Кудрина. А потом взял и увёз. А если его посадят, то и меня скажут. А кто у него был научный руководитель по диплому? Всё. Так что давайте выходить за предел будем. То есть мы до очень интересных вещей добрались, когда мы просто стали говорить о том, что такое изменение. А теперь это изменение берём как социальное. Что мы должны, какие выводы сделать для общества? Что общество постоянно изменяется. Поэтому если какие-то деятели, типа, скажем, Горбачёва или Ельцина, приходят и говорят, давайте изменим то, что есть. Ну, граждане, вы же безграмотные. Вы всё не понимаете, что и так всё время меняется. Всё время меняется. Не бывает общества, которое бы не менялось. Только оно не меняется по-глупому. Дескать, давайте вашу эту вот руку правую отрежем и сюда пришьём. Ну, с какой-то. А зато будет по-новому. Что такое перестройка? Вы перестроились? Горбачёв приходил и спрашивал. Вы перестроились? Что ему сказать? Перестройка – это хорошо или плохо? Перестройка – плохо, если абстрактная перестройка. Просто лишь бы вы перестроились. А если вот Кремль был деревянный, сделали каменный. Это хорошо же. А если взяли каменный, разрушили, сделали деревянный. Значит, можно выступать просто, говорить, что перестройка – это хорошо, какая-то глупость. А плохо, если вы сразу видите, что это перестройка, изменение строя Был один строй, стал другой То есть вы там как в воду глядели и понимаете, что хотят этот строй уничтожить Советский Союз разрушить Конечно, плохо Но раз люди не говорят, что они делают, значит, скрывают А что скрывают? Хорошее скрывать нечего Раз скрывают, а хорошее нечего, значит, что-то гнилое И это гнилое вылезло Гнилое, сказать, как вылезло Вот был референдум 17 марта 1991 года об СССР Вы знаете про этот референдум? Ну и что там было? Что это был референдум? Большой обман народа Скорее обман народа Какой вопрос был? А вопрос был такой Вы за обновленный Союз Советских Социалистических Республик Как Союз Суверенных Государств И в котором и так далее То есть вот вам такое утверждение, в котором начало Это с чего мы начинаем и, конечно, с чем мы заканчиваем Был Союз Советских Социалистических Республик Обновленный – это Союз Суверенных Государств Что такое Союз Суверенных Государств? СНГ А? СНГ? Да Это уже нет Союза Суверенной И еще и такую Конституцию Горбачев готовил, Конституцию Суверенного Государства Конституцию Суверенного Государства Очень просто подготовить Это государство, скажите А это Конституция нулевая Там нечего писать, потому что Если мы с вами Суверенные Государства То независимо от того, сколько и за что голосуют Я делаю так, как я считаю И все Нет ничего, никаких общих решений И нет единого государства Надо ликвидироваться Поэтому и СНГ Разница, что суверенная, что независимо Это одно и то А как в гимне пелось Союз Нерушимой Республик? Свободных Свободных То есть свободно соединились в Союз Они разбежались И вот человек, который за Союз Вроде должен голосовать за Я за обновленный Союз Ну за Союз Он говорит, я за Союз голосовал А ты, говорю, читал, за что голосовал-то? За что бы? За то, чтобы превратить Союз Советской Социалистической Республики В Союз Суверенных Государств А это же юридический акт Если вы так проголосовали 70% проголосовали за это Потом три человека собираются И выполняют волю народа Какие претензии к Ельцину тогда? Шлюшкевичу и Кровчаку? Какие? Никаких нет претензий Они реализовали Хотели Союз Вот и все А все люди морально уже связаны Которые голосовали 70% Ну раз мы уже в эту грязь влезли Такие мы дураки Так и будем дураки И так с этим и живут То есть если человек Не внимателен вообще к понятиям То и с ним будут поступать Ну просто Как сказать Всякие политические сурлотаны Как с безграмотным уродом Все хотят Делать И он Будет просто жертвой Всяких политических проходимцев Или Ну ладно Это вот любимое было слово У Горбачева Перестройка А вот у Ельцина было Реформирование Надо вас реформировать А что значит Форму придать Давайте круглую форму Придадим Какие есть варианты Так его значит Вот согнуть Чтобы ноги были в голове Это один вариант Вот если через вот Живот сделать Ну это еще ничего Это совместимо с жизнью А вот если вот так И загнуть Чтобы спина была внутренней То я думаю Это уже Совместимо с жизнью Да Какие еще варианты Как его сделать круглым Можно вообще В какую-нибудь Большую такую машину Чтобы она укатала Пока он шарик Кабнистане Потом говорит Посмотрим Ну что получилось Что получилось До 91 года В результате Развитие Которое у нас шло У нас Рождаемость превышала Смертность А что пошло После 91 Когда началось Это реформирование Ельцинское Рождаемость вот так Вот так А Смертность вот так И что получилось Крест Этой самой России Современной И вот сейчас Какая ситуация Вот они где-то Вот на уровне Уже И рождаемость И смертность Примерно на одном Это хорошо Что значит хорошо Во всех государствах Рост населения А у нас что Они что Приедут из Узбекистана Кыргызстана Изовший путь Едут нам Из Киргизии Русский язык Там учит он у них Там больше говорят По-русски Чем по-киргизски Пусть сюда приезжают А почему Говорят у нас Мало раздавить Только вы Потому что Коляска стоит Как автомобиль В Советском Союзе Я вот сыну Еще покупал ботинки Если он Имеет такой же размер Как я Скажем 41 или 42 Два раза Меньше цена Соответственно И одежда Все А сейчас Если вот Нужно купить вам И ваши родители Что-то купить Говорят Так что Вы детей-то любите Своих Так раз вы их любите Дороже детей Ничего же нет И пусть платят Два раза дороже Пусть ваши родители Два раза дороже платят А не хочешь платить Не заводи детей Ну и заводит Одного Двух А сколько надо Чтобы население России Не падало Взрастало Три Два и четыре Единственная проблема Ноль четыре не рождается Поэтому Три 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 как минимум Нужно Тогда будет Прирост населения Ну так чтобы три Так нужно повышать Тогда доходы Или сокращать Или еще думают Оставим мы материнский Капитал или нет Во-первых Он не материнский Матерям ничего не дают Он в банке сидит И там он капитал Он повышает капитал банка Эти же деньги Пока они в банке Можно пускать Вход Кредиты давать Во-вторых Дескать Можно уплатить За вузы Если вы платным образом Будете учить своих детей До этого времени Эти деньги будут лежать в банке И богащать банк А потом Оказывается Что этот самый Материнский капитал Свидетельствует Что и потом будет Выше образование платное Вот тебе да А с чего бы это Или А вы можете Построить жилье На материнский капитал Хорошо Во-первых Опять он не материнский У меня нет денег Мать ни одна Не получает Эти в руки деньги Говорят А если вы Будете на 90% Свой построите дом До 10% От стоимости этого дома Получите через Материнский капитал Так если я могу На 90% построить А мне это Я могу обойтись И без этого капитала То есть когда можно Его получить Ну и часто Какие-то еще нужды Там на то на то Можно Там их расходовать Но опять-таки Кто-то был То есть матерям Вот если вы решили Стать матерью Вам деньги давать нельзя Потому что вы как пьяница Или пропойца что ли Как к вам относится государство Вам нельзя Банку можно дать ваши деньги Вам Ни в коем случае И вам нельзя И вам нельзя Неизвестно что вы сделаете Вот сразу Уже трое будут Пьянство беспробудно здесь И все Пропадет Поэтому чтобы этого не было Отдают тем людям Которые из этих деньги Делают больше Деньги И называют это Материнским капиталом Так более того Говорят Вот решили продлить Я по своей наивности Думал что если сделали такое Ну так оно будет Пока не отменят Нет А оно на срок только Потом опять Сейчас еще продолжим А потом в один Криканский момент Хватит продолжать А как вы хотите Решать вопрос Можно подумать Что это матерям дается Вы хотите Прирост населения России Ну так В свое время Был в советское время Налог на бездетность Что это значит Налог на бездетность Это не налог Это значит Были На бездетность Это были средства Те кто Детей не имеют Отдавали государству Эти деньги шли Тем семьям У которых много детей Вот и все Ну если у меня нет детей Значит соответственно Как-то это неравенство Уменьшать Потому что это большие расходы Так Вот Значит Какие тут у нас Соображения Получается Если мы начнем Рассматривать вопрос Об изменении То есть просто Ставить вопрос О каком-то изменении Просто о реформе Изменении формы Ну это какая-то глупость Помните песня такая была Известная Мы хотим перемен Хорошо Будете Это самое Отопление отключат Солнце Солнце Тучи закроют Батареи замерзнут Электричества тоже не будет Это перемены Как можно вообще Выступать за перемены Сейчас вы здоровы А когда вы будете больной Это перемены Вы хотели перемен И вдруг вы на инвалидной Коляске Еле-еле перемещаете И продолжаете петь Мы хотим перемен Хорошо Вы уже на инвалидной Не перемещаете Опять еще хотите перемен И вот вы уже Весь в цветах Это опять перемена Старушка одна Идет И вдруг Процессия такая Гроб Половинка откинута Ну гроб По цене дачи Половинка откинута Весь такой Красивый Красивый И все в цветах И те люди Которые обычно Никогда не ходят Так Еле-еле идут Такие Грузные Бандиты Одни собрались До 30-летней А сзади Их в Мерседес И черные едут И все в цветах Старушка с кошелками Своими остановилась Говорит Живут же люди А это Хоронят бандиты Которые застрелили В 28 лет Живут же люди Как можно вообще Ставить задачу Мы хотим перемен Вот Я когда пришел сюда Сегодня Перед началом лекции Все было завернуто этим Кто-то хотел перемен И все Ну может они что-то Показывали на экране Но это было бы Все у нас В черном свете Ну я пошел И открыл И стало светло Это перемены Перемены А давайте мы Наоборот будем Темнотер А чтобы здесь Вот не включали Давайте перемены Сделаем Видите Перекусим провода Это не проблема Тоже будет перемена Как можно вообще Ставить задачи Перемены как таковые Точно так же Как перестройка Таковая Не важно Что перестраивать Хлеб в дворец Или дворец в хлеб У нас Хлеб в дворец Перестроили же У нас есть Выставочный зал На Исаакиевской площади Там Скульптуру с конями Это же конюшня была Конюшню перестроили В выставочный зал Давайте Выставочный зал Перестроим Обратно в конюшню Как можно вообще Перемену Или само изменение Ставить задачи И особенно В связи с тем Что все вообще изменяется Вы без всяких задач Все изменяется Нет ничего Чтобы не изменялось Вот если на меня смотрите На вы заморгаете Значит изменяется Так Если вы сегодня завтракали Так пища переваривается Это опять изменение А кровь Она же двигается А сердце-то работает Я хоть и не вижу Оно не на лицо Но оно есть Есть Ну и какие еще Нужны изменения Все время меняется Возраст у нас меняется Это хорошо Для вас может это хорошо Для меня-то не очень Это вы так сказать Как бы на восходящей линии Находите А я на нисходящей И вы говорите Давайте это Чем больше возраст Тем лучше Я говорю Не надо Пусть у вас будет больше А у меня Будет меньше Мы же вот С одной стороны изучаем А с другой стороны стареем А что это Что хорошего То в том Что мы стареем А это же изменения У вас Вам нравится Что вы стареете Вот мужаете Это я понимаю Умнее становитесь Богаче Знаниями Это все хорошо А что вы стареете Интересное дело Что что-то хорошее Потом У кто-нибудь Из вас сомневался Что если мы лекцию Начинаем То она закончится Никто не сомневался Мы знаем Что она закончится Причем закончится Вот буквально Через пять минут Какие Чего стремиться К изменению Когда и так Все меняется Пока вот идет Лекс Во-первых Я хоть пять минут Говорил одно и то же Ну я и так говорил Так говорил Но все-таки Я продвигался Изменение 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 Ну хотите Изменение Может в пропасть Вы упадете Завтрашнего дня Мы хотим Чтобы все Кругом было Белое Белое И вода Но вы можете Оказаться в унитазе А вы думали Что вы В Арктих Говорите Не обязательно И рядом будут Не белые Медведи Что-то другое То есть Некоторые вещи Которые О которых Мы слышали Многократно И знаем И стремления Такие Перемены Бессмысленные Лишь бы были Перемены Они бессмысленны Уже потому Что все изменяется Поэтому это Двойное Какое-то изменение И так все изменяется А вы что хотите Изменения Какого А вот за предел Надо свое Выходить И только Выход за свой Предел Составляет Уже Какое изменение Развитие Правильно А не любое Изменение А развитие Если вы хотите Развиваться Надо постоянно Выходить За свой предел Вот Елена Есенбаева Рекордсменка Мира по прыжкам В высоту С удовольствием Приходили ее коллеги Другие спортсменки Из других стран Посмотреть Как она Будет соревноваться С кем Сама с собой Потому что Она Рекордсменка Была То есть У нее Не было Равных Никто Кто приходили То что они Не выиграют У нее Это было ясно Интересно Было узнать Сумеет она Взять новую высоту Или не сумеет И она Сколько-то раз Такие вещи Показывал Двадцать восемь Двадцать восемь раз Она Выходила За свой Предел И А если бы она Скала Все Ну это предел Ну раз предел Так идите дальше Правильно Потому что Вы приходите К новому пределу Снова Вы его переходите И так далее И в этом Состоит развитие Как только Человек остановился Не выходит За свой Предел Все Конец Перерыв